Кап-ремонт в массы. В Нижегородском регионе обновляются целые кварталы. В рамках первого этапа работ только в автозаводском районе областного центра в ближайшее время завершается ремонт в 84 домах. По мнению экспертов, несмотря на аномально дождливый сентябрь, только в единичных случаях подрядчики не соблюли технологию при ремонте кровель и допустили пролитие. В основном работы проводятся качественно с применением современных всепогодных материалов. Погода, которая сложилась, которая мешает работе, в общем-то не оказывает никакого такого серьезного влияния на выполнение работы, идут своим чередом. Современные технологии, применяемые при ремонте этих домов, как при ремонте фасадов, так и при ремонте крови, ремонте других систем обеспечения дома, позволяют делать их круглый год. Все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Жители многоквартирных домов довольны капитальным ремонтом. Благодаря современным энергоэффективным материалам стали даже меньше платить за тепло. Сейчас гораздо теплее и поменьше топим. Нравится, вообще хорошо сделали. Дом был плохой, конечно, здесь и стресканы, и стречины были, и плохо все отвалилось. Но сейчас у нас красиво все стало. Я живу здесь 60 лет, и первый раз у нас такой ремонт. Особенно бригада штукатуров очень хорошо, добросовестно. Первый раз даже удивились, что такое у нас. На сегодня в фонде капитального ремонта отмечают. Приемочная компания в регионе набрала серьезные темпы. Работы идут с нарастающим итогом. В целом сейчас по Нижегородской области реализация программы краткосрочная и осуществляется достаточно активными темпами. Сегодня в работе находятся 713 многоквартирных домов. В большой стадии готовности почти 300 домов. Общая сумма заключенных договоров на сегодняшний день составляет 1,452,000,000 рублей. Проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики на 618 лифтов, которые будут строиться в Нижегородской области. Всего до конца года капитальный ремонт затронет более чем 900 многоквартирных домов в регионе. По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, на реализацию программы направлено свыше 3 миллиардов рублей.